Приветствую друзья, Николай Брухов из Челябинска привет передает из Нью-Йорка, поэтому Челябинск потихонечку перебирается в Нью-Йорк. Ну что, друзья, 14 марта, среда, поэтому традиционный наш сегодня технико-экономический вебинар SkyWay. Как видно, как слышно, так, Андрей, все отлично, право я тебе все включил, так что ты у нас в деле. Поэтому начинаем нашу традиционную, друзья, уже не один год серьезную работу. Скоро я посмотрел сегодня по календарю, значит, у нас получается на следующей неделе 22-го числа будет юбилей, как мы провели первую конференцию в Москве. Первую уже не онлайн, а оффлайн конференцию в SkyWay. После того, как мы с февраля, с 1 февраля начали проводить вебинары, мы уже говорили, первые вебинары шли, мы вели с Анатолием Довичем Юницким, и буквально через февраль-март решили проводить первую уже такую живую конференцию. И вот на этой первой конференции я как раз познакомился уже воочию с первыми активистами, первыми активистами, которые сегодня являются костяком проекта SkyWay. Это и Арман, и Андрей Хавратов, и Ирина Волкова чуть позже подошла, и Леша Суходоев, и Игорь Хальзов, и еще многих-многих могу сейчас вспоминать, кто сегодня уже является костяком и активным таким авангардом SkyWay. И тогда мы первый раз как раз встречались, и мы рассказывали, что мы хотим, как мы собираемся дальше двигаться, рассказывали о том, что было проделано за предыдущие годы, и, соответственно, помечали планы на будущее. Поэтому здесь, видите, уже это и такие исторические рихи, и те сейчас ролики буквально на прошлой неделе, на прошлой неделе появился ролик именно из истории SkyWay, что сделано за эти 4 года. И вот мы вчера проводили большое-большое такое совещание директоров SkyWay Capital с Надеждой Косаревой, Виктор Бабурин был, Антон Даршиницкий, где мы просто и подводили итоги за то, что сделано, и намечали на ближайшие перспективы, что это делать. И вот так вот несколько из уже такого экскурса и анализа того, что проделано, конечно, друзья, ситуация сейчас несколько меняется. Мы стоим на очень серьезном, таком переломном моменте, именно переломном этапе развития проекта. И мы об этом с вами еще сегодня поговорим. Поэтому, так, да, тут первая конференция была 29 марта. Точно, точно, пацан Владимир, я извиняюсь, я просто смотрел по календарю. 22-й это суббота, а проводили 29 марта. Точно, значит, как раз к этому времени подойдем к скромной паре. Андрей, обрати внимание на этого скромного парю, если еще будет какие-то вопросы там задавать, сразу ему, кстати, отправить лесом, чтобы у нас это... Да, Андрей, то есть пока вроде ничего хулиганского не пишет, спрашивает, когда будет вебинар с Юницким. Юницкий готовит сейчас и серьезные новости, и серьезный доклад для партнеров, но это будет не раньше, чем середина апреля. И объясню почему. На этой неделе Ратальдаш уезжает опять в большое турне. Это Арабские Эмираты, Индия, Индонезия, Малайзия. 9-10 апреля будет большая выставка транспортная в Дубае, где он будет презентовать этот проект очень таким интересным, серьезным нашим уже сегодняшним партнером и заказчиком на адресные проекты. И по возвращению из Дубаи, то есть это будет вторая неделя апреля, я думаю, что там либо сразу после своего дня рождения, либо там на свой день рождения, он как раз, я думаю, сделает много что для нас, подарков, которые мы все ждем. Поэтому опять же, друзья, исходя из того, что в марте месяце с серьезными новостями. Вот я сейчас, как раз, Алекс, поясняю этот вопрос, что Юницкий улетает на этой неделе опять в большой турне и по его возвращению ряд новостей, пока он будет там, будут идти, но мы договорились так, что эти новости будут идти не изнутри нашей компании или не, скажем так, те, которые обладают около информацией. Тоже мне тут очень много задавали вопросов, что некоторая идет информация с вебинаров с ВИГа, некоторая информация идет от партнеров с Казахстана, чтобы пройти по компьютеру. Друзья, вы всегда должны к этому относиться, что все это полуправда, это слова, которые говорит сам Юницкий. Что это нельзя сказать, что это абсолютная ерунда или абсолютная ложь, и в то же время нельзя сказать, что это стопроцентная абсолютная правда. Поэтому давайте всегда ждать только новостей от официальных стощиков, то есть от Юницкого и от Бабурина, когда он выполняет, что это делает. А мы все делаем только комментарии к той информации, которая у нас сегодня есть. И исходя из того, что немного написали в личку, что были по контрактам в Арабии, что уже подписаны, что уже платежи пошли, друзья, здесь что из этой информации абсолютное право, что эта работа ведется, ведется на самом высоком уровне, но о тех результатах и о тех задачах, которые это может сказать только Юницкий. Давайте к этому подходить. И сейчас еще очень такие важные моменты, что так как идут бизнес-процессы, завязанные на бизнесменов, политиков очень многих стран и регионов, то основная информация будет сегодня идти уже через средства массовой информации той или иной страны. А мы с вами уже, дожидаясь те события, которые будут освещаться, будем, соответственно, это комментировать. Вот тут скромный парень опять спрашивает, из Индии первых траншей нет. Пока, друзья, эти вещи, вы понимаете, что это уже бизнес-процессы, и их сейчас комментировать, и откуда, и как идут контракты, и что проплачивается. Друзья, сегодня обсуждать мало. И рано. И более того, есть определенная ситуация, по которой мы не можем это говорить. И приведу пример. Помните, что год назад мы обсуждали вопрос, ну и была информация о том, что Минтранс России признал SkyWay инновационной технологией, что на тот момент замминистра транспорта Алексей Алексей, сейчас он президент Бурятии, ну глава Бурятии, сейчас вспомню, скажу, что признали инноваций. Так вот, за двое суток было более тысячи обращений, и даже это убрали из официальных новостей Минтранса, потому что просто испугались акцедентов, точно, точно, так сказать, извиняюсь, просто я еще после болезни, после этих самых, извиняюсь. Спасибо всем, кто мне там и пожелал в дороге, и там беспокоился, так сказать. Чай с имперем тут мне посоветовали, с лимоном и с медом пью, прямо сейчас очень много, станет намного лучше, но, друзья, все-таки еще не 100% восстановился, поэтому некая такая в мозгах... Вот Циденов, да, Алексей Циденов, он как раз его комиссия признала. Так вот, друзья, я это привожу как пример к чему, что было порядка тысячи обращений и союзников наших, которые говорят, дайте подтверждение, мы хотим это увидеть, и противников, которые говорят, с кем связались, это мошенники, нельзя это выносить, так сказать. Но результат такой, что Минтранс вынужден убрать эту новость из официальных своих источников, и у нас потом было еще много вопросов, а где же... Точно так же сейчас, друзья, помните, на прошлой и на позапрошлой неделе было интервью, которое Женя Петров брал у представителей оценочной компании, сертификационной компании германской, которая проводит сертификацию подвижного состава, путевой структуры, и они сделали определенные какие-то комментарии, заявления. Так вот, друзья, за три дня эта компания получила 300 писем, и они уже стали к нам обращаться, что вроде как, ребята, мы начинаем напрягаться, почему это вызывает такое недоумение, или почему задают столько вопросов, а правда это или нет. Это, друзья, абсолютно нормальный с точки зрения информационного бизнеса, инфобизнеса, вот, поэтому мы к этому относимся, но наших партнеров все-таки надо к этому готовить, и надо к этому подходить с пониманием. Вы помните историю, когда мы анонсировали встречу, и заранее сказали о том, что была, будет встреча Юницкого с министром транспорта Индии, о том, что очень хороший там партнер работы, и вы помните, что, что сопровождалось по результатам этой работы, что когда Юницкий зашел в кабинет министра транспорта, у него на столе лежала газета New Delhi, это ведущее издание Индии, именно с точки зрения доведения информации, и где была большая на разворот статья про Юницкого, про Skyway, про Transnet, и все это было подано с негативной точки зрения, то есть, понимаете, что была проделана работа по сбору этой информации, по переводу ее на хинди, на издание, именно ведущем издании газете, и именно к приходу Юницкого, чтобы эта газета лежала на столе у министра. Понимаете, насколько идет сегодня серьезная борьба и работа по тому, чтобы остановить или затормозить движение Skyway. Поэтому, друзья, я еще раз вам обращаюсь, еще раз прошу, чтобы вы относились к пониманиям тому, что очень много информации мы сегодня не раскрываем, потому что это может повредить нашим партнерам, кто сегодня работает в этих регионах, это может повредить имиджу компании с точки зрения бизнес-процесса, и это может соответственно спровоцировать недобросовестную конкуренцию для продвижения конкретных адресов проекта. Поэтому, друзья, что можно, мы будем открывать и говорить, тем более, что все процессы, они сегодня в динамике движутся, и вы помните уже многие вещи, особенно, когда мы что-то декларируем, говорим, а потом какие-то происходят изменения, это, друзья, конечно, большая ответственность. И хотелось бы, тоже много раз это повторялось, что хотелось бы сначала сделать, подписать документы, начать строить, а еще лучше построить, а потом показывать. Но мы не обладаем сегодня такой роскоши, мы не обладаем сегодня такими возможностями, мы всегда вынуждены анонсировать очень многие вещи. Это, друзья, огромнейшая ответственность. И сегодня очень много обсуждений идет, и там вот даже Юницкому написали огромное-огромное письмо, Переславов, мы тоже сегодня прокомментируем по поводу того, что давайте менять этапы развития, давайте менять сроки, давайте менять меморандум, потому что сегодня это не соответствует уже действительности. И вчера мы это активно, друзья, обсуждали и говорили. И здесь, если кто-то может сказать, что в 2013 году, когда писался меморандум, можно было предвидеть или можно было заглядывать на такое время вперед, друзья, это просто глупость, это просто безумие. Поэтому сегодня при инновационном развитии, при венчурном развитии технологии Skyway, те этапы, они именно расписаны с точки зрения концепции, концептуально. это дорожная карта, где шаг за шагом описывается развитие. Но, друзья, со мной абсолютно, я думаю, согласится каждый, что по ходу развития, по ходу реализации проекта относятся определенные корректировки. И сегодня, когда говорят, что вот по срокам, которые там написаны, 18-й год уже должно быть испытание высокоскоростной системы. Да, друзья, когда это распинчивался график, график финансирования, график выполненных работ, то это таким образом предполагалось. Но, по факту, происходили очень многие вещи, происходили такие вещи, как в Литве, кто знает, кто не знает, это такая очень активная история, когда произошел конфликт с руководством сначала Министерства транспорта, а потом и первыми лицами Литвы. Для нас это было абсолютно полной неожиданностью. И более чем на полтора года, а реально почти на два года нас отбросило назад, а с учетом еще и имиджа с ведением уголовных дел, с подключением Интерпола и так далее, так далее, это все сработало в минус компании. Но все это пройдено, все это сегодня уже не имеет никакого значения, мы дальше стали развиваться, но, друзья, факт есть факт, это сыграло определенную роль, конечно, с точки зрения становления команды, с точки зрения препятствий, которые мы происходили, конечно, мы, команда Skyway, сегодня является последовательными инженерно-экономической школы Двиницкого, мы, конечно, сплотились, двигали дальше, но с точки зрения практической реализации и демонстрации технологий, конечно, определенные сдвиги по времени произошли, но с другой стороны, друзья, тот, кто внимательно читал меморандумы, тот, кто смотрел, то вы видели, что там нет, соответственно, легкой трассы, нет юнибайка, нет юнидуса, нет юникара, а сегодня это реализовано, сделано, и сейчас еще по комментарию, когда мы с вами более подробно, и мы несколько вебинаров, друзья, с вами подробнейшим образом будем рассматривать именно наш экофест, который будет в начале августа, сроки, опять же, исходя, корректируются сейчас, исходя из возможности доставки именно образцов с предыдущей выставки в Индонезию, в Минск, в Белоруссию, соответственно, мы много с вами еще будем обсуждать, так вот, экофест, мы с вами очень многие позиции, которые будут там происходить, и что будет пока, мы с вами будем очень подробно объяснять, чтобы вы видели и понимали важность того, что происходит, чтобы не просто так вы увидели там какого-то летающего робота, дрона, и вот какая интересная летающая машинка, так сказать, а чтобы четко было представление, что такое, в чем ее уникальность, как она встроена в систему Skyway, какие она функции и задачи несет, соответственно, как дальше будет это все встроено, и как это является цепочкой технологии. Точно так же сейчас готовится, ну, опять же, друзья, сейчас мы немножко из прошлого сразу уже переходим на нашу практическую, скажем так, футурологию, как мы это с Алексеем называем, на представление того, что будет на Экофесте. также очень много вопросов, которые я на этой неделе получил, весь вопрос связанный с скоростной системой, будет продемонстрирован или нет, однозначно, друзья, будет. Стакада, как вы видели, уже первый опытный участок длиной в километр, он уже более года находится в испытаниях, то есть эта путевая структура сегодня испытывается и работает, в нижней части она идет для Юнибайка, Юнибуса и Юнитрака. Соответственно, верхняя часть она сегодня также выполняет несколько задач и готовится сегодня уже машина для демонстрации, для транспортировки контейнеров, это тоже в каком-то обозримом будущем мы это увидим, потому что на это есть заказы. И, соответственно, сегодня идет полным ходом все работы по изготовлению скоростного модуля, который будет и показан на экофесте во всяком случае в том виде, как его можно будет показать, потому что это даже сами формы, сами обводы аэродинамические сегодня двухкомпановка, это очень большой ноу-хау. Поэтому в каком-то виде это будет продемонстрировано, естественно, не все. А основная презентация именно подвижного состава будет так же, как и в 2016 году в сентябре был показан Юнибайк, Юнибус и по возвращению после выставки в Беларуси они встали 29 ноября 2016 года на ходовые испытания, точно так же и по возвращению с Инотранса скоростной модуль также выйдет на испытание. Сначала, естественно, на низких скоростях, до 100 км в час, по мере того, как будет достраиваться и удлиняться скоростная трасса, будет скорость демонстрироваться 200, 300, 400 и как расчетная скорость уже 500, а сейчас по последним расчетам, которые Юницкий озвучил, что речь уже идет где-то 550, может быть, даже скорость к 600 км в час. Но это все будет уже только показываться экспериментальным образом. Поэтому работа в этом направлении ведется и сегодня можно говорить, что опять же, исходя из того, почему стратегия несколько корректируется, потому что, когда возникла идея создание Юнибайка и Юнибуса именно для легкой путевой структуры, гибкой, которая может проходить большое расстояние, то это определенная ниша в транспортной сфере, это определенные заказчики и это определенный бизнес. И он сегодня уже готов, уже сегодня можно вести реально задачи о создании бизнес-компании. И это, друзья, как раз происходит сегодня самым активным образом. И мы вам говорили и вы видели, наверное, наши репортажи, но кто следит, потому что большинство здесь так, тут огромный парень, по-моему, я отвечаю сейчас по скоростной системе. Значит, мы в декабре были в Швейцарии с нашими партнерами, где мы рассматриваем первый адресный проект именно легкой спортивно-туристической трассы в Швейцарии в местечке Сен-Бардан-Дин. Бернард-Дин. И мы встречались и с мэром, и с главой общины, и с банкирами, которые готовы это финансировать, и с людьми, которые отвечают за экономику всего кантона. И это один из первых адресных проектов, который реально претендует на начало реализации. Завтра, мы как раз прямо сегодня после вебинара, вечером мы с Алексеем вылетаем в Минск, и завтра у нас будет большая такая работа, связанная именно с запуском этого проекта, потому что большая делегация именно швейцарского кантона прилетает завтра в Минск, мы будем встречаться и с Юницким, и с экономистами, которые ведут расчеты, и будем посещать производство, смотреть, как сейчас идет работа с подвижным составом, и как раз уже дальше двигаться именно по шагам в направлении этого проекта. Этот проект один, сейчас много проектов идет в проработке, но этот проект интересен тем, что это зависит непосредственно от руководства кантона, с кем уже есть договоренности, заинтересованности. Это первый проект именно под легкую трассу, которая сегодня уже готова к изготовлению, именно производство мелкосерийное, она сегодня уже абсолютно готова к запуску. И второй очень важный момент, что мы сегодня обговорили и согласовали, что этот проект пойдет уже в логике цифровой экономики, он будет оцифрован, и запущена специальная программа и специальная система токенизации, и этот проект уже будет реализовываться с применением технологии блокчейн, той платформы, которую мы тоже сейчас уже тестируем, и она тоже уже будет готовиться к запуску. Поэтому фактически для этой платформы это будет один из первых, нельзя сказать первый проект, потому что сейчас проработал еще ряд проектов, которые будут также сразу размещаться на платформе и соответственно уже в рамках цифровой, оцифрованной экономики, но это вот одно из таких очень серьезных направлений. Поэтому все, что возможно здесь уже, друзья, более такая открытая система, потому что швейцарцы не возражают против того, чтобы мы рассказывали об этих проектах, они не возражают против того, чтобы мы говорили о токенах и о том, что мы запускаем новые финансовые модели, финансирование этих моделей, поэтому все по мере развития мы будем вам рассказывать, показывать и дай бог, чтобы это привело к каким-то результатам. Ну а дальше, друзья, это текущая работа и она ведется, она делается также сегодня проработки очень интересный проект в Аргентине также для легкой системы, для того, чтобы транспортировать сегодня уже литийную соль, это сегодня крайне перспективное направление именно для создания новых литиево-ионных аккумуляторов, вот, и также сегодня есть большая заинтересованность руководства Аргентины, чтобы рассмотреть один из таких вопросов именно тоже уже с применением плотного, поэтому это тот же вопрос проработки активно идет и дальше мы будем двигать и, соответственно, развивать. Теперь хотелось бы еще два слова сказать о легкой системе, которую мы сегодня с вами уже все видели, Unibike и, соответственно, Unibus для легкой системы. Так вот, на сегодняшний момент Unitsky настолько унифицировал и, соответственно, упростил эту систему, что она будет, как он выразился, в несколько раз, а может быть, даже на порядок легче и дешевле. И это, конечно, друзья, просто поразит, потому что вы видели, что на сегодняшний момент это рельс 10 сантиметров диаметра и, наверное, два небольших рельса по 10 сантиметров по 12. Но сегодня система, исходя из того, что к работе подключаются новые научные разработки, и мы тоже с вами, помните, уже обсуждали на одном из вебинаров, что подключилась команда, которая занимается углеволокном, это новое такое перспективное направление именно в теории материалов, именно в прочностных материалах. И сегодня Юницкий рассматривает уже применение новых материалов углеволокна для построения путевой структуры. Она на порядок, даже более, чем на порядок дешевле и более, чем на порядок прочнее. И там получаются просто поразительные технологические сегодня решения, которые есть. одним пролетом можно делать путевую структуру до 7 километров, а это для горных массивов просто крайне необходима вещь. Ну и соответственно в городском цикле это становится совсем без удорожания системы. И соответственно она будет крайне прочная. И это как раз легкая простая система, которая будет именно под Юнибайк и Юнибус, который будет до 10 человек. такое скай маршрутное такси. Соответственно эта система будет настолько простая в изготовлении и в строительстве и соответственно в дешевизне, что действительно можно ставить вопрос о прохождении и в любые сегодня труднодоступные населенные пункты, в любую деревню, в любой город, который находится отрезан либо реками, болотами. То есть это с точки зрения задачи, которая сегодня ставится по транспортизации России. То есть то, что Путин озвучил в одной из своих предвыборных ключей. Сегодня с помощью Skyway это становится реальным. Сразу предвосхищаю вопрос, есть ли понимание с сегодняшними властями или с сегодняшними представителями транспортной отрасли в России. Я могу сказать, что переговоры ведутся. Суденовы уже упоминали, об этом знают, но сказать, что мы готовы или выходим в какую-то практическую плоскость пока очень и очень рано. Поэтому сегодня для нас наиболее важно, на что мы сосредоточены и двигаемся, это запуск конкретных адресных проектов. И этих проектов сегодня у нас проработаны десятки. Юницкий, как я уже говорил, речь сегодня идет о конкретных соглашениях подписаниях контрактов. И когда это произойдет и все это будет реализовано, мы ждем с нетерпением сегодня этих событий. и соответственно наши партнеры сегодня практически во всех уголках земли, на всех континентах эту работу активным образом ведут. Поэтому сегодня это отвечая на вопрос, что пока не будет скоростной или высокопроизводительной грузовой транспорт, никакого бизнеса быть не может. Нет, друзья, это неверный в принципе подход, потому что исходя из того, что сегодня уже есть, уже начинаются формироваться проекты, уже начинаются формироваться компании, уже начинают сегодня формироваться именно бизнес направления. И как раз подготовка и систематизация всей этой работы с помощью блокчейн-платформы, она просто все это запустит на новых рельсах, запустит на новой технологической основе. Естественно, что, друзья, это все непростые процессы, и мы сегодня абсолютно создавая цифровое направление использования блокчейна для системы и финансирования, и работы по Skyway, мы можем сказать, что это очень сложный процесс, но без него, без соответственно применения всех самых передовых технических, финансовых, математических моделей двигаться Skyway развиваться ни в коем случае не может. И сегодня это абсолютно закономерно, что при появлении новых материалов оно проектируется и закладывается в путевую структуру, и получается уникальнейшая система, и что самое главное, друзья, почему сегодня это говорить особенно и приятно, и с некой, ну, скажем, такой определенной гордостью можно говорить, что, друзья, вот сейчас я это анонсирую, говорю, а на экофесте мы с вами все это увидим своими глазами. и это не какие-то мечталки, не какие-то представления, не какие-то прожекты, не какие-то картинки, а это то, что сегодня уже спроектировано, то, что изготавливается, и то, что уже приступает к развитию. Когда мы с вами говорим, что мы увидим с вами скоростной модуль, ник аналогов в мировой транспортной сфере, нет даже близко никаких прототипов или по технологическим характеристикам даже сопоставимых с этими машинами, сюда, друзья, вкладывается и инженерное проектирование, и изготовление, и математическое моделирование, когда это все моделируется с помощью специализированных программ, и, друзья, уже продувка в аэродинамических трубах, то есть, которые дают уже прикладной практический результат, именно получение тех результатов. Естественно, что в технике единственным окончательным мерилом является только эксперимент, поэтому, естественно, что все декларации о затратах топлива, когда там будет меньше литра на одного пассажира на 100 километров, и, соответственно, аэродинамический кефицент сопротивления, который Юницкий обозначил после продукции 005, то есть, это то, что на порядок превосходит сегодня лучшие образцы не только движного состава железнодорожного, но и автомобильного, и авиации. Это, конечно, друзья, все сегодня разговор теоретической и уже прикладной физики, инженерии, но когда все это будет продемонстрировано и сделано и запущено, это уже разговор именно сравнения технологий. Поэтому, опять же, очень многое, и мы с вами тоже, друзья, на экофесте углеволокно увидим, да, Александр, увидим, мы с вами увидим новую суперлегкую путевую структуру, именно из, она не чиста, только из углеволокна, это комбинированные новые материалы, там целое, это, естественно, ноу-хау и состав я вам раскрывать не могу, но могу сказать, что эта трасса, которая будет на порядок дешевле, это уже финансово, она будет легче и прочнее всего сегодня, что применяется и испытывается уже в экотехнопарке. Вот, поэтому, друзья, здесь в этом плане все идет и развивается и движется очень таким активным образом. Мы принимаем, и я вот лично к себе могу, мне пишут, что несколько изменился порядок доведения информации, и если раньше мы видели и нам показывали, и мы были очень довольны, а сейчас есть некая такая информационная закрытость, друзья, мы об этом в начале года предупреждали сразу, что компания переходит на новый этап, новый период, и здесь, соответственно, исходя из этого, будет очень много пересмотрено в том числе и аспект с доведением информации. И естественно, что комментировать и готовые вещи это одно, а анонсировать многие вещи, которые сегодня происходят, это совсем другое. Поэтому с точки зрения и анонса, и декларации возможностей мы будем теперь делать все более и более осторожно, потому что сейчас параллельно с нашим краудинвестингом, параллельно с именно работой инвестпроводящей системы, как мы это называем, народного финансирования, то, что мы с вами делаем, бенчур для финансирования инновационной технологии, идут бизнес-процессы. И мы это должны постоянно учитывать. И самая главная задача наша сейчас это и привлекая партнеров, и заинтересовывая технологии, мы должны не набредить тому, что сегодня идет уже в бизнес-сфере. Поэтому я думаю, что все, кто здравым смыслом подходит к этому вполне осознанно, ну а оголтелых или, как мы говорим, для тех, кому что-то убедить или объяснить невозможно, друзья, тогда не будем на это тратить время. Поэтому у нас с вами еще где-то, наверное, на следующем или через вебинар сделаем очень интересное сравнение. Сейчас сделаны расчеты по сравнению с технологией Илона Маска Hyperloop, тем более, что в ряде проектов, где мы сегодня ведем, мы пересекаемся с теми контрактами и заказами, которые делают Илон Маск и его компания. При всем уважении к, скажем так, инноваторству, к авторитету Илона Маска, все-таки я могу сказать, что то, что он сегодня делает в транспортной сфере, это уже даже не вчерашний день, а это несколько другое ответвление, которое больше утопичное. И сегодня сравнивать его с тем, что демонстрирует и предлагает Skyway, это по меньшей мере, нерациональный неразумный. И сегодня мы это показываем на цифрах, на расчетах, но самое главное, друзья, мы это показываем сегодня уже на демонстрации и испытании образцов, которые сегодня есть. А сравнивать технологии, друзья, можно только с действующими образцами. Нельзя сравнивать картинки с действующими образцами, потому что картинки это одно, а действующие образцы это другое. И Skyway уже перешагнул тот рубеж, когда картинки сосравнивались с картинками. Поэтому любой сегодня анализ, когда говорят, что вот есть технология, или вот давайте проведем сравнение, друзья, первый вопрос, который задается, давайте смотреть технические характеристики действующих образцов, даже не прототипов, даже не концептов, а именно действующих промышленных образцов, потому что если нет действующих промышленных образцов, которые могут выпускать серийно, это еще все, друзья, не технология, это все инновация, и это с одной стороны от нас звучит несколько странно, потому что когда долгое время Skyway мы говорили, что мы инновационная венчурная технология, но все время идет настолько стремительно, что уже мы сегодня можем утверждать и четко показываем, что мы показываем уже промышленные действующие образцы. Это, друзья, совсем и сегодня уже закончено и подготовлено серийное производство, ну серийное это будем пока называть мелкосерийное с точки зрения перспектив, которые есть, но уже сегодня проектируются заводы на сотни тысяч юнибайков, юнибусов, юнитраков, а не за горами то время, когда мы речь будем вести о миллионах выпускных врусов. И это, друзья, не какие-то запредельные сроки, это конец, это начало следующего дня. Это то, к чему мы сейчас активно идем. И это, как раз, друзья, то, что и будет определять темпами развития и, соответственно, и капитализация интеллектуальной собственности, которая является обеспечением тех инвестиционных пакетов, которые мы с вами сформировали. Ну вот, друзья, я буквально прежде чем передать слово Алексею, еще буквально два слова о наших насущных вопросах, связанных с дисконтом 1 из 600. Я очень подробно на прошлом вебинаре вам и довел и рассказал позицию. Особенно я не согласен с тем, что кто-то даже пытался обвинить руководство Skyway Capital, что мы что-то не додумали или не делали. Все, друзья, прошло абсолютно так, как мы предполагали. Оно показало и вскрыло очень многие моменты и положительные и отрицательные. Но тут цели и задачи, которые мы ставили для того, чтобы и активизировать тех партнеров, который имел рассрочки, но не хотел участвовать в проекте и кто наоборот хотел, но не имел такой возможности. На сегодняшний момент, по-моему, все такие варианты были. То есть мы и накладывали сначала ограничения для того, чтобы уйти от спекуляции, чтобы никто не мог это продать. Потом буквально три дня назад мы сняли все ограничения и, соответственно, до завтрашнего дня эта программа отработала. Она показала очень такую большую результативность с точки зрения работы. Но, друзья, прошу акцентировать внимание на том, что это было направлено и это работало только с партнерами, которые понимают ценность того, что мы делаем, понимают ценность пакетов и, соответственно, предлагая, привлекая только тех, кому они сами считают нужны. То есть мы посчитали неправильными, если мы будем забирать эти пакеты у кого-то из тех, кто неактивный партнер и передавать по своему усмотрению. Поэтому мы пошли на этот шаг и результаты, друзья, очень и очень хорошие. Вечно эта акция продолжаться не может, поэтому мы установили срок 15 марта, поэтому завтра фактически эта программа будет закрыта. Будем мы ее продлять или нет, сказать сейчас трудно, скорее всего, я думаю, что нет. То есть скорее мы будем предлагать какие-то новые. Также много задают вопросов, а будет ли такая возможность для других дисконтов, кто входит в партнеры. Друзья, это будет после анализа, принято решение и я могу сказать, что, наверное, все, кто следил и все, кто участвовал в этой акции, в этой проекте, вы заметили, что практически все пожелания мы учитывали, фактически все нюансы, которые возникали, мы их, соответственно, отрегулировали, и все, кто хотел в этой программе поучаствовать, он такую возможность имел. Поэтому, друзья, скажем так, это очень хороший такой был шаг, мы получили очень много полезной информации, мы очень много для себя сделали выводов, поэтому движемся дальше и, соответственно, уже исходя из того опыта, который сегодня есть. Ну, вот, друзья, давайте я на этом передам слово Алексею, он, как всегда, тут как раз вопросы по токенам, задавали, будут ли токены в подарок и так далее, и так далее. Вот, я думаю, что Алексей буквально в двух-трех фразах остановится на этом вопросе, но, как мы уже говорили, все, что связано с токенизацией и с применением передовых цифровых технологий, мы все это вынесем в специализированное обучение и это будем все обсуждать с вами на обучении, которое будет связано именно с токенами и блокчейном в проекте Skyway. Так, Алексей, если у тебя опять никаких проблем нет, то подключайся. Я в конце, друзья, можете писать мне вопросы, я буду что-то письменно отвечать, что-то буду уже в конце. Благодарю, Сергей Анатольевич, рады видеть вас традиционно в среду. Многие спрашивают действительно про новости, про конкретные новости, по адресным проектам, но, как Сергей Анатольевич и сказал, и я думаю, что к этой практике всем стоит привыкнуть, мы будем узнавать именно из мировых СМИ и только тогда, когда сам генеральный конструктор будет оповещать нам о том, о чем действительно можно рассказывать. Ну, а я, друзья, хотел бы вкратце пробежаться по тем новостям, которые были уже, и это, так скажем, открытый пул новостей, но очень важный и показывающий действительно уровень развития, уровень роста компании зао-струнной технологии и, естественно, стремление и достижение еще большего качества и еще большей безопасности. Вы видели, я думаю, что Skyway была принята именно как участник, как почетный участник Международный союз общественного транспорта. То есть сейчас происходят такие процессы, именно установление контактов и получение различных сертификатов, различных статусов, которые называют такой рутинной несколько работой, но без этой работы невозможно, как выразился представитель TUV, именно немецкого сертификационного органа, который также в недавнее время подтвердил безопасность и качество технологий Skyway и немецкие представители также присутствовали на Экотехнопарке. Что касается UITP, это авторитетная организация действительно, и нам тут предоставлен некий такой уже респект, так скажем, и уважение в сфере общественного транспорта. То есть это уже не Азия, могу сказать, это такой мировой уровень, который невозможно не отмечать, дорогие друзья. То есть организаций в этом реестре достаточно много, но далеко не все получают статус и многие получают через 10 лет функционирования. Давайте вспомним, что только в 2014 году был собран вообще первый и то ближе к концу первый такой стабильный состав инженеров, проектировщиков, которые начали создавать технологию Skyway. То есть это, я считаю, действительно достижение, об этом стоит говорить. В будущем Леонид, который делает тезис для вебинаров и также будут обновлены моменты по новостям, по тезисам, которые самые важные новости произошли. с начала 2014 года и каждый сможет эту летопись так скажем просмотреть. Ну и я напоминаю про презентацию тоже, чтобы те люди, которые только присоединяются и видят уже действительно такое очень мощное развитие Skyway, то, что уже функционируют подвижные составы, уже построены многие объекты, но ведь всего лишь несколько лет назад эти объекты были начаты именно строиться без каких-либо согласований по получению статусов, необходимых даже для проектировочной организации, потому что времени ждать не было. И Анатолий Эдуардович принял то решение, что мы не будем просить и поставить очереди в чиновничьих именно инстанциях согласования проектов, согласования инвестиций и пошли по пути народного финансирования. То есть такого самого наверное большого объема краудинвестинга в мире. И этот объем будет расти, друзья, потому что в будущем мы перейдем на краудинвестинг 2.0. Это уже и с применением технологии блокчейн, то есть краудинвестинговый процесс скорее всего это лично наш Сергей Анатольевич предположение будет также переведен на рельсы блокчейн и соответственно уже будет приобретаться на новые направления технологии, то есть например гиперскоростной транспорт и так далее, то есть будет естественно оценена и выявлена новая интеллектуальная собственность. Это также касается начала разработки ОТС уже на основе токенов с применением тех юридических схем, которые проработаны. Кстати, о юридических схемах тоже была проведена очень серьезная работа по поводу того, как производили размещение Telegram, то есть это токен Gram, какая юридическая схема использовалась для входа. Это непосредственно мной и еще группа именно, которые работают с партнерскими отношениями и именно к изучению юридических схем на базе платформы был проведен анализ и действительно есть понимание каким образом использовать этот опыт не то, что как-то копировать и так далее, просто использовать опыт уже в формировании в дальнейшем некого фондейшена и соответственно уже на проекты на оцифровывание принимать в том числе в виде фиатных средств средства от потенциальных крупных инвесторов на проекты Skyway и соответственно это понятно это я считаю тоже такой вот прошлых недель было достижение но что касается именно схемы то что сейчас вот многие спрашивают меня про размещение то что уже фактически скоро до миллиарда будет достигнута капитализация размещения телеграм друзья не буду ничего по поводу этого говорить потому что все покажет время так скажем все покажет работающий действующий продукт и на самом деле Анатолий Эдуардович в первую очередь показывает всему миру что вначале нужно создавать действующие работающие прототипы потом их испытывать на экотехнопарке и далее уже получать все необходимые сертификаты и только потом уже бурно заявляться на продажу адресных проектов на инициацию адресных проектов когда так скажем продукт готов опробирован и сертифицирован друзья это действительно наверное та стратегия которую многим сейчас корпорациям тем более молодым корпорациям стоит поучиться у именно методов ведения бизнеса Анатоли Эдуардович Мюницкий Надежды Геннадьевны Косаревой и всем составом топ-менеджмента зао струнные технологии ну и друзья я могу сказать что сейчас мы стали слышимы и о нас говорят как о действительно серьезных партнерах на серьезных событиях касаемо даже неприменения транспортной индустрии то есть это досал систем это 3D экспириенс системы это системы наверное одни из самых прорывных в мире в мире в области индустрии 4.0 ну вкратце если происходит проектирование проекта даже если буквально изменить параметры хотя бы одной детали то меняется вся инженерная экономическая составляющая и соответственно показатели стоимости показатели рентабельности возврата инвестиций окупаемости во всем проекте и друзья вот на эти рельсы действительно зао струнные технологии начали готовиться перестройки в середине где-то прошлого года и соответственно вот на таких серьезных мероприятиях действительно вот уже в Европе без всяких стеснений представители топ-менеджмента европейской компании досалт систем говорят также и о Skyway то есть справа вы можете увидеть и причем внизу увидеть увеличить в будущем если делаете скрин какие же компании находятся на том же пьедестале на котором показывают зао струнные технологии белорусский стартап в так скажем восточной Европе и Евгений Петров задал очень такие интересные и каверзные вопросы в интервью с представителями органа сертификации в чем все-таки было отличие мнений и действительно реакции представителей немецких и представителей белорусских компаний TUV то есть это именно та организация тот орган который позволил нам получить стандарт качества ISO 9000-2015 и соответственно это действительно международный стандарт и они сказали что Skyway может стать синонимом не только в республике Беларусь а далеко за ее пределами качества надежности безопасности высокого уровня именно как транспортный инфраструктурный стартап и друзья вот о реакции если говорить то наши европейские коллеги намного более тепло и с пониманием отнеслись к ноу-хау технологии которые демонстрирует Анатолий Эдуардович Юницкий и сразу так скажем уловили суть дела меньше задавали вопросов соответственно как у немецких представителей так и белорусских представителей была получена высшая степень оценки и качества то есть это та рутинная казалось бы может быть кто-то не считает это новостями работа работа уже корпорации которая потихоньку взбирается на олимп мировых корпораций и соответственно уже говорит и публикует именно вот в открытой информации те потенциальные контракты которые планируются обычно это закрытая конфиденциальная информация но друзья у нас свои методы развития свои системы донесения информации то есть очень много на вебинарах и мы это понимаем те люди которые либо слушают вебинары либо читают лист тезисов которые поддерживают в рабочем состоянии леонид следят за информацией и действительно это один из единственных источников информации но друзья можем сказать что в начале апреля ЗАО струнные технологии будет участвовать в очень серьезной выставке в Дубае и там уже нас Сергеем Анатольевичем Анатоли Эдуардовичем и другие представители касаемые системы автоматизированного управления сказали что нам необходимо там быть потому что уже нужно будет общаться и с нашими арабскими партнерами каким образом выстраивать паблисити именно вот соприкосновение блокчейн технологий соприкосновение зао струнные технологии и друзья многие задают вопрос по поводу возможности входа по поводу того а как же там в числе первых ну это задают в основном те кто разбирается в криптоиндустрии понимает что действительно в размещении самое выгодное попасть по самым выгодным условиям самые первые окна желательно в пресейл могу сказать и это будет жирным шрифтом выделено у нас на сайте который вот-вот уже появится кстати по сайту по процессам тоже чуть попозже я скажу тоже есть конкретное понимание уже на своей шкуре об оптимизации процессов о смене вектора под отказе от некоторых вещей в общем у нас будет никаких прицелов никакого примайна ни тже ни оси ни естественно IPO если кто-то путает так что-то прервался не все хорошо все нормально и со звуком и с видео так замечательно продолжай сейчас видео выключил видео включи все нормально платформы не предусматривается никаких предварительных размещений то есть все происходит с колес с финансирования группы энтузиастов на личные так скажем инвестиции и никакого публичного размещения на данный момент для платформы не предусматривается что касается токена базового актива его будет выпущено минимальное количество соответственно те люди которые сейчас инвестируют по всем правилам крипторынка у них будут некие обязательства не использовать этот токен не по назначению не по назначению это просто поспекулировать продать то есть все люди будут заинтересованы именно в использовании этого токена в качестве именно строительного материала для уже создания токенов проектов которые будут иметь нацифрование и только через проекты и только с применением технологии Skyway можно будет потом уже конвертировать свой токен адресного проекта в токен базового актива это касается и обычных инвесторов это касается и приоритетного входа для всех инвесторов Skyway и действительно будет приоритетный вход мы об этом неоднократно говорили и это касается и крупнейших крупных инвесторов венчурные фонды и так далее причем у венчурных фондов у них будет особые условия но особые в кавычках так скажем у мелких и средних инвесторов будут более интересные условия потому что мы не можем допустить манипуляции рынком и соответственно вот эти все риски также продумываются ну вот такие вот дамы и господа я могу сказать тоже меры оптимизации сейчас предусматриваются если говорить про немножко смена планов немножко смена векторов развития я могу сказать что месяц назад мы бы уже наверное выкатили сайт но мы полностью отказались от предыдущего брендирования фирменного стиля подачи полностью отказались от концепции сайта возможно в одном из направлений эта концепция будет использована и так как у нас появился в команде действительно мощный лидер и мощный специалист по дизайну интерфейсов и просто по дизайну и как он говорит дизайн должен быть максимально простым действительно на мировом уровне сейчас делается сайт в данный момент он верстается в ближайшие недели он будет попубликован на русском языке соответственно друзья это действительно вот то принятие решений смены векторов развития которое можно было так скажем сделать как получалось но лучше сделать с максимальной эффективностью с максимальной производительностью и на максимальном уровне качества потому что эту планку задал Анатолий Эдуардович из зао струнной технологии показывая всем опытом как нужно делать бизнес и как нужно выстраивать бизнес соответственно если говорить про генерального директора Надежду Геннадьевну Косареву то это действительно человек который просто на глазах трансформируется в высококлассного специалиста управленца серьезной корпорации потому что многие процессы сейчас лежат на плечах именно Надежды Геннадьевны и друзья я могу сказать что действительно когда говорили и кто-то даже высказывал на смешке что Экотехнопарк начал свое строительство самовольно без всяких согласований но это чисто юридические такие моменты которые также были освещены но Экотехнопарк все-таки сейчас был сдан в эксплуатацию и более того зарегистрированные объекты на территории Экотехнопарка полученные свидетельства о регистрации имущества и те объекты которые были возведены с пустыря станкового полигона они соответственно сейчас перешли в собственность ЗАО струнные технологии раньше это была непонятная собственность непонятно что построили непонятно где построили раньше также было сейчас это адрес Зорный шлях то есть Звездный путь и соответственно конкретные уже регистрации конкретная собственность у ЗАО струнной технологии это все появилось из вакуума друзья это все появилось в очень агрессивных и рисковых условиях финансирования ну чего не скажешь о наших коллегах по инновации это Hyperloop One которых сейчас курирует Ричард Брэнсон и я думаю что Арманд Мурникс наверняка как-то через третий десятый лица ну появилась информация все равно у Ричарда по поводу SkyWayt но как Сергей Антольевич говорит крупные инвесторы не хотят быть в подобных проектах где используются и такие вот инновационные методы финансирования как народное финансирование боятся может быть за то как на них посмотрят со стороны и поэтому не хотят быть первыми вторыми но и не хотят быть последними хочется быть где-то посередине и это действительно показатель что вот Ричард Брэнсон приобрел компанию Hyperloop One ну и начнем с того что SkyWay вообще никому не продавалась никому не будет продаваться и то что написано в бизнес плане что да создана интеллектуальная собственность да создана техническая документация теоретически можно продать за большие деньги китайцам японцам но этого друзья не будет потому что действительно прорывные технологии родились на ваших глазах если говорить про направление которое Boring Company сейчас развивает то вот почитайте статью кто следит за новостями так я чат тоже не вижу но надеюсь что послал в общем Илон Маск в своих туннелях которые роют его вновь созданная компания представьте какие бюджеты там то есть вот если бы такие бюджеты были у SkyWay мы наверное уже к гиперскоростному транспорту перешли бы они планируют запускать беспилотные автобусы то есть по форме видно что там с аэродинамикой ну не идеально так скажем по сравнению с юнибусами с юнибайками коэффициенте аэродинамического сопротивления там наверное не стоит приводить сравнение с нашими подвижными составами и они будут перемещаться внутри тоннеля то есть если Анатолий Эдуардович позиционирует что в линейных городах пешеходы велосипедисты и те люди которые хотят дышать полной грудью воздухом получат возможность перемещаться ногами и будут расширены именно пешеходные зоны максимально и весь транспорт будет выведен на второй уровень с максимальной безопасностью с максимальной оптимизацией с минимальным вложением ресурсов как человеческих так и денежных то тут совершенная контрадикция противоречия и обратный процесс что транспорт будет вынесен под землю друзья и там действительно Илон позиционирует что будут передвигаться те люди которые не имеют собственных автомобилей то есть это так скажем уже некая кастовость я бы сказал и те люди которые с низших слоев будут вынуждены перемещаться под землей плохо это хорошо пусть оценивает это общественность но осветить мы это обязательно должны потому что это рынок инновационных технологий рынок инновационного транспорта которые сейчас сформируются и сформирует триллионный рынок если говорить про Японию друзья то в Японии начались испытания беспилотных авто внимания для доставки корреспонденции то есть доставка корреспонденции но еще можно понять что это будет дронами но беспилотные авто перекрашенные в специальный цвет то что это почтовые службы и так далее они никак не уберут пробки с дорог и просто будут пробки из беспилотных авто вот какое будет изменение просто в этих автомобилях не будет водителей но скорость перемещения корреспонденции будет не быстрее потому что эти автомобили находятся на первом уровне имеют те же недостатки и отрицательные факторы которые имеют всегда автомобильный транспорт и друзья мы считаем что это тоже достаточно неэффективное решение и если говорить о том что предстоит друзья я с нетерпением ожидаю экотехнопарк поприсутствовать снова на экотехнопарке потому что каждый раз я вижу что-то новое со всей душой и сердцем действительно жду когда именно будет ощущение единства и ощущение полного инновационного превосходства на экофестивале потому что будут показаны действительно такие вот прорывные технологии и эти технологии как инструменты без них не ускорилась бы оптимизация без них были бы еще большие затраты для строительства в труднодоступных местах и возможно невозможно было бы извиняюсь за тавтологию вообще строить в труднодоступных местах если бы Анатолий Эдуардович Юницкий не закладывал бы не используя какие-то дополнительные бюджеты и оптимизируя как и кадровый состав на данное направление оптимизируя как и затраты не создавал бы дрона с максимальной на сегодняшний день грузоподъемностью который сможет части путевой структуры части опор либо полностью именно объекта опор переносить перевозить перелетать в труднодоступных местах это оптимизация уже будущих затрат на строительство и ускорение этого строительства друзья я могу сказать что такие же инструменты рождаются на базе нашей платформы я сейчас не буду говорить об этих инструментах но первый аппликейшн первые приложения нашей прикладной токенизации вы увидите когда появится сайт и это не заявка выхода на эти рынки это те инструменты которые ускоряют процессы для разработки для разработок платформы и ускорения ее запуска поэтому друзья я думаю что вообще темпы развития методы развития и насколько быстро получают получают зао струнные технологии все необходимые сертификаты все необходимые категории квалификации это войдет в историю потому что да с 2014 года прошло уже 4 года но некоторые компании тратят на подобные процессы 10 20 а то и 30 лет мы движемся с огромной скоростью и друзья я думаю что вы все поймете насколько огромный объем информации был скрыт в качестве именно обеспечения конфиденциальности адресных проектов когда эти адресные проекты будут просачиваться сквозь мировые СМИ и это будет происходить очень скоро я думаю что действительно Skyway сейчас в закрытом пространстве гремит и в открытом пространстве когда все услышат и все захотят строить адресные проекты начнет греметь через новости не на порталах уже Skyway а на ведущих информационных изданиях мира вот так друзья такой взгляд такое видение такие новости кто-то может быть будет считать их не новостями водой это каждого личное мнение строй Skyway спасай планету и дай дорогу мир транснету и вторая часть фразы она имеет также определенный смысл который был заложен совершенно недавно об этом как такая вот немножко запевка вы узнаете спасибо интриги нагнал конечно знаю о чем он говорит но давайте действительно так что выгоднее акции или токены покупать друзья мы на этот вопрос отвечали но еще так как он постоянно будет гореть друзья это все инструменты одного проекта то что мы сейчас запускаем платформу это дополнительные инструменты которые сегодня дает нам возможность использовать технологию блокчейн токенизации и подготовку именно цифровых проектов мы не раз говорили еще раз будем повторять что токенизация и оцифровка проектов это неизбежный процесс это то что сегодня это более оптимальная и быстрая передача и защита информации здесь мы просто подключаемся к тому процессу который сейчас идет не создавая фактически ничего нового просто используя возможно механизм поэтому это глупый вопрос сейчас создавать что выгоднее самое выгодное друзья это участвовать в skyway в каком виде вы здесь участвуете сейчас возможность покупки долей инвестирования значит инвестирование когда будут соответственно токенизация токены основной базового актива и адресных проектов вы для себя будете сами выбирать решение мы будем вам доводить информацию мы вам будем проводить обучение а вы сами будете смотреть и принимать более того мы готовим сейчас это уже я думаю что после нашей встречи у нас в эту субботу воскресенье будет большая встреча с нашими лидерами под лидерами европейскими в Праге мы там обучение будем проводить по определенным технологиям и как раз обсуждать наши перспективные вопросы то мы один из инструментов который мы сегодня будем давать это возможность использования трастовых механизмов когда мы будем брать ответственность перед вами нашими партнерами кто пришел к нам в проект по оптимальному управлению и инвестиционными пакетами и доходами и средствами это тоже друзья то почему мы сейчас готовимся это развитие это то что мы сегодня идем и мы идем в следующий этап за как это Алексей назвал крауд конвестинг 1.0 то есть мы будем мы построили с вами увес-проводящую систему мы создали уже демонстрационные образцы мы создали модели бизнеса сейчас начинается следующий этап и мы друзья в этот этап подходим именно с новыми взглядом с новым механизмом и с том числе и с большим количеством новых партнеров поэтому друзья естественно что очень много задают вопросов а те кто вошел или те кто уже участвует в проекте будут ли они и вознаграждены и будут ли у них преференции здесь можно сказать друзья обязательно будут и так как это все инструменты одного проекта то естественно они все увязаны между собой и соответственно капитализация одного из них лечет за собой развитие и активизацию всего проекта и важно это рынок акций или соответственно оборот потенок это все друзья один проект и соответственно он направлен на развитие SkyWay на построение трансмэта никаких других целей и задач и как реализация этого проекта это капитализация интеллектуальной собственности которые обеспечены наши с вами инвестиции поэтому друзья здесь все активно делается все что сегодня происходит направлено только на решение этих задач соответственно по мере как мы уже говорили развития и по мере того что друзья действительно сейчас надо привыкнуть к тому что начиная где-то с апреля мая месяца все новости которые будут о SkyWay будут идти в основном действительно с страниц из основных информационных источников мы с вами будем только комментировать и только пояснять те процессы которые происходят и еще друзья если остановиться по экофесту который сегодня будет и по тому темпу развития как идет все кто планировал и все кто для себя хочет поучаствовать и увидеть соответственно это также я бы считал очень важно потому что в таком виде и в таком плане экофест который будет в этом году наверное больше у нас возможности уже проводить не будет не будет такой возможности так свободно и так легко общаться с руководством и личностью не будет больше такой возможности общаться с многими директорами потому что просто физически друзья будут ограничения на такого рода общения и взаимодействия поэтому друзья давайте до встречи большинством из вас мы до этого еще встретимся на всевозможных региональных конференциях у нас практически сейчас идет каждую неделю региональные конференции и по странам Европы в Латинской Америке в Индонезии Юго-Восточной Азии и в наших российских регионах мы сейчас активизируем больше работу и по регионам нашей и Сибири и Дальнего Востока обязательно Дайкафеста мы еще проведем соответственно как я уже говорил ближайшее у нас мероприятие это большая встреча в Праге в Чехии поэтому кто уже подключился и готов кто еще для себя принимает решение или только услышал и думал подсоединяйтесь обязательно к нам во всяком случае это будет возможность и пообщаться практически со всеми директорами Skyway Capital задать вопросы получить получить ответ но друзья давайте на этом мы будем завершать нашу работу завтра скорее всего сейчас мы уже взяли за практику мы вести репортажи с Минска не будем с Праги в открытой части репортажи какие-то будут мы это покажем делаем так что друзья следите за нашими новостями следите за работой участвуйте в проекте Skyway потому что сейчас как раз идет процесс перехода на новый качественный принципиально качественный уровень и это друзья не может конечно не радовать и не вызывать даже определенное чувство гордости потому что теми вопросами которыми мы сейчас занимаемся и те переговоры которые мы ведем и то что сегодня уже закладывается именно построение бизнес моделей это все результат того друзья что всегда всегда и это мне задает вопрос как начать говорить Skyway я говорю друзья прежде всего показываете ролики испытания которые сегодня идут говорите что сделано если это не впечатляет то в принципе дальше можно не комментировать и не говорить поэтому здесь вопрос о том что эта технология создана она осязаема и она уже применима и сегодня это может быть видят определенный круг людей которые участвуют в бизнес переговорах и в бизнес процессах но к концу этого года друзья это будет уже и очевидно всем и используемо всеми и недалеко то время когда Skyway и Transnet это будет самым модным бизнесом которым будут заниматься все поэтому мы с вами к этому подошли мы это с вами сделали и сейчас друзья так как идет горизонт цели мы всегда с вами этот термин применяли когда мы подходим к определенным задачам которые мы ставили год назад два года назад это не значит что выполненные основы значит открываются следующие горизонты потом следующие и конца и края друзья этому процессу и будет задача наша это ближайшие годы запустить десятки сотни тысячи адресных проектов которые будут идти по всему миру и которые будут именно реализовывать капитализировать интеллектуальную собственность которая заложена автором технологии струнных технологий инженером Денисом и это друзья как раз уже сегодня осязаемый и абсолютно реальный процесс и вы можете я согласен и здесь очень многие мне пишут тролли особенно что вы много что анонсируете или говорите что потом не сбывается но с этим я согласиться не могу и все кто знают наверное и мои анонсы и все что происходит друзья все что не говорилось рано или поздно происходит ничего не произносится просто так и по юнибайкам и по дронам как вы помните и нам с Алексеем особенно приятно что идея юнибайка она возникла 30 лет назад но именно инициация произошла этого направления с подачи наших партнеров из Челябинска когда было понятно что востребованность точно так же по дронам если сама идея концепция дронов возникла буквально несколько месяцев назад а сегодня она уже реализуема она уже технически и она уже готовится к практической реализации это как раз то что позволяет утверждать что Skyway и инженерная школа Юницкого всегда будет на острие и все что бы ни появлялось в материалах новых двигателях новых концептов именно внутреннего пространства подвижного состава это все будет входить и наши юнибайки и юнибусы они всегда будут оснащены самым последним всеми изобретениями которые сегодня делаются во всех отраслях неважно эргономика материалы экология здоровья обучения все это были друзья в наших любимых юнибайках и юнибусах и это новый концепт который сегодня мы показываем и делаем и уже реализуем потому что друзья в Швейцарии идет уже новый именно Sky Tourism то есть мы готовим проект который именно будет запускать спортивно-туристическое направление и это тоже друзья очень и очень показательно и очень опять же друзья здесь под нашу с Алексеем ответственность мы вам об этом анонсируем мы показываем и мы будем вам показывать все этапы развития этого проекта мы сейчас не можем гарантировать или говорить о том что мы вам гарантируем или обещаем что этот проект пойдет я в этом абсолютно не уверен и тут много факторов которые от нас не зависят может быть я соглашусь с какими-то скептиками которые говорят вот если бы вы сейчас все подписали сделали и запустили и потом бы показали то это было бы более правильно наверное друзья это было бы правильнее если бы мы использовали средства инвесторов и привлекали крупные фонды но когда мы работаем с вами на краудинвестии в платформе когда мы вместе с вами запускаем этот проект то мы вместе с вами его реализуем поэтому от создания от вообще зарождения этого концепта мы рассказывали вам на вебинарах что родилась такая идея потом первых переговоров которые сегодня прошли сегодня идут уже следующие потом очень короткое время чуть не больше месяца глазами видите как зарождается и движется первый адрес очень много процессов которые сегодня идут мы не можем показать а здесь как раз это тот случай когда мы показываем делаем но всегда надо понимать что когда этот проект пойдет будет очень приятно мы все параллельно мы с вами видели как он развивается если по какой-то причине он остановится мы также будем комментировать и с вами почему дальше не движется какие факторы должны произойти или что помешало чтобы он дальше развивался тоже друзья все идет на наши глаза и мы здесь не скрываем от вас это абсолютно открытый процесс но опять же это с определенной ответственности не все проекты еще раз повторюсь можно так показывать но вот у Сэна Бердамина есть такая привилегия чтобы он был опытным первым и соответственно самым обсуждаемым и надеюсь что придет то время не так далеко когда у каждого из вас еще и будет возможность любую инвестицию которую вы для себя посчитаете нужным инвестировать именно в этот проект я очень надеюсь что мы в течение там апреля мая июня дойдем до этой стадии и соответственно я с большим удовольствием предоставлю вам бизнес план и буду рекомендовать вам участвовать такого в этом или такого вроде проекта но этот процесс друзья формируется он идет и развивается на ваших глазах здесь вы как раз можете для себя очень четко и особенно сказать что вы сопричастны к этому процессу и все что развивается сегодня друзья то есть мировой бизнес который сегодня формируется то есть то что будет определять все мировое технологическое и финансовое развитие все формируется на ваши глаза а каждый из вас просто принимает решение быть причастным к этому процессу или наблюдать со стороны это друзья выбор каждого из вас здесь мы не можем наставить мы вам можем только рекомендовать и как раз все наши рекомендации они идут из того опыта с той работы которую мы проделали и очень многие вещи которые мы декларировали сегодня уже стали демонстрацией значит это полная уверенность того что сегодня декларирует Юницкий инженерная школа и команда значит также через какое-то время перейдет уже в демонстрацию тех возможностей которые есть а это друзья самое главное что мы создали и заработали за 4 года когда мы активно продвигаем технологию все друзья на этом я с вами прощаюсь завтра какие-то репортажи во всяком случае через наши сети в фейсбуке в инстаграме мы какие-то репортажи покажем о работе со швейцарцами но так уже будет активно из Праги где мы будем работать эти выходные всем директорским составом капитала и становшими со всеми европейскими лидерами Skyway все друзья строй Skyway спасает планету Алексей задал уже так сказать есть у нас друзья еще один очень интересный показывающий всю суть нашей работы сегодня сленг и лозунг но его вы увидите только на сайте платформы и вы поймете насколько это верное и точное высказывание к тому что мы сегодня делаем но пока я о нем говорю прочитайте сами на сайте все друзья спасибо за субтитры